приветствую тебя дорогой рашид сердечно приветствую давай поговорим насчет этой моей картины потому что мне там написали друзья это что он что голубой что ли я говорю там же девушка там же девушка это же называется адам и его а у него уже проблески света появляются проблески разума а у нее плод с древа познания добра и зла вот а как лучше его сделать каким-то другим другого цвета ну тогда не будет явно и темное светлое а там древо познания добра и зла но вот как ты думаешь я поддерживаю мне эта картина много чего навеяло сразу говорю ты вот перешел на я не я хоть и люди говорят что там про религии спрашивают да я знаю много о религиях но здесь я все-таки вернусь к библейской эта тема то библейская а не китайская тема я не это они уже подделали да но ты-то взял библейскую ты пытаешься истину именно в этом найти я думаю что мы с тобой об этом еще поговорим но касательно твоей картины ты меня спросил чё он голубой и там всякие нехорошие мысли ты видишь я тоже оделся синюю специально одел понял да вот первый раз ты меня спросил чё я пёстр одел я только в тон твоих картин сейчас я думаю этот голубой давай я тоже голубой одену но я не голубой ничего что у меня черный кофе нет но ну извини и рубашка у тебя черная но мысли то светлые вот так что заполнительные цветы какие вот смотри вот я так понимаю да ты же рисуешь как говорится твое вдохновение вот что тебе пришло ты это как говорится и рисуешь поэтому я считаю ты правильный цвет выбрал для него голубой потому что давай так исходить мы знаем что ассоциирует с голубым цветом сейчас да но вернемся вот к истокам этой картины рай где у нас один адам бегает правильно у него не знаний ничего нету он не знает о сексе о другом сексе тоже ничего не знает правильно поэтому какой у него цвет может быть по нашему чтобы нормальный человек понял он там еще голубой небеса голубые же да но он же еще не вкусил его только еще соблазняют а он еще до этого не дошел понимаешь поэтому ты правильно выбрал для него инстинктивно выбрал вот этот вот цвет я так считаю понимаешь я так считаю но так как богу надоело смотреть на этого как тебе сказать не до человека он как кузнечик прыгает по этому самому раю да наслаждается жизнью и ничего не делает и желание это делать у него нету никакого ты вот все время говоришь ключи чтобы у тебя вдохновение было пошло а у него то этого ничего не было у него все было создано ему ничего делать не надо было понимаешь чем дело и вот наконец бог осознал свою ошибку да так не пойдет и если этого он из глины слепил то он выломал ебро 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 и уже из органики сделал настоящего человека то без его и вот теперь он смотрит что это за существо появилось в этом саду у него никаких познаний ничего нет еще у него голова в этом направлении не работает еще кто его толкает на это ну ты называешь это муза а я говорю вот она ева женщина первая женщина которая вот из этого вот глиняного существа сделала человека поэтому ты правильно подобрал цветы женщина муза женщина толкает на поступки как раз таки он перестает быть пенивым и ради нее совершает вот правильно вот это вот и есть в этом смысл вот я так понимаю твою картину а красота для женщины чтобы у него глаза открылись понимаешь конце концов не только смотреть там на зверюшек или на цветочки в этом а увидеть действительно реальную красоту у тебя же вот все женские образы действительно комментарии сам вот прислал да люди понимают и видят и чувствуют в них живую красоту не холодную красоту да как в мраморе извояли там эту афродиту да ну венеру а у тебя живая красота понимаешь чтобы разница и вот адаму нужно как раз увидеть живую красоту и осознать ее вот поэтому я как я вот увидел твою картину я так ее понимаю я хочу тебя попросить следующий раз с аленом алена тоже пригласим моего сына который тоже художник но психолог но при этом он и художник я вообще всех наставляю как взрослый человек я имею ввиду молодых наставляю что чем больше любимых дел тем больше точек опоры открывайте у себя способности таланты творческое развитие что было не обязательно рисовать и у каждого свое я поэтому всегда извиню наверное все устали слышать от меня когда я говорю ты несешь миссию ты не просто какой-то доктор айболит который вот понимаешь болячки может вылечить люди не понимают они даже ключами которые ты даришь и они не могут воспользоваться как надо они только видят себе именно доктора а ты им открываешь совершенно ты даешь возможность открыть себя и войти внутрь себя в новый мир но есть у нас люди нашей школе очень даже извини я так сказать тебя немножко критикую но как говорится по-доброму понимаешь да просто хочу подсказать мы же с тобой беседуем не для себя вот я тебе говорю какой ты хороший а ты говоришь ну да я такой хороший мы же это для других говорим чтобы люди поняли которые вот к себе ходят и ищут у тебя чего-то правильно в основном вот так же они не приходят я же доктор поэтому больные но в принципе в принципе конечно моя задача и цель другая но им я помогаю и буду помогать но цель-то у меня другая это развитие человеческой личности развитие творческих качеств человек мог со скоростью инстинктивных защитных реакций защитных инстинктов с этой скоростью генерировать новые идеи чтобы человек мог новый смысл жизни открыть и другими делиться ты прав но я так и понимаю твою миссию понимаешь но люди вот ты помогаешь да ты можешь от какого-то изду недуга ну как говорится снять временно более прочее но человек не понимает что надо дальше самому работать а он опять ждет когда ты ему где-то повернешь даже ключ не берет он хочет чтобы ты ключ повернул какую-то нужную сторону и у него все прошло машин это потому происходит что когда я был маленький наш школе этому не учили что надо думать своей головой нас учили подражать нас учили если ты нездоров самолечением не занимайся обязательно к врачу идти я не собираюсь никого лечить я просто обучаю людей использовать стрессовые напряжения в собственных целях для здоровья для развития для творчества чтобы сам стресс даже зубную боль чтобы он мог превратить стресс трамплин для развития для совершенствования ну конечно это новое поэтому не все это понимают потому что школе нас этому не учил касай но мы с тобой в одно время что я в школу ходили в советскую правильно но почему-то я тебя поняла что другие помоложе не могут понять и которые понимают сразу я очень так трепетно благодарен они мне все время поддерживают и говорят чтобы я больше говорил о том как использовать энергию стресса использовать энергию страха как стресс трамплин они же тоже есть правильно вот это вот самое золотое твоем методе или методики или твоих ключах да то что ты не надо надеяться как говорится на бога надеясь а сам не плашать и вот ты даешь возможность из одного стресса который тебя опускает как говорится руки опускаются этот стресс перевернуть на сто восемь градусов и эту же силу этого стресса использовать для ты говоришь творчество но для решения задач для чего тебе надо да даже для физической физической стороны да он тоже помогает я на себе но ты я знаю публикуешь я бы сказал конечно но как-то при народе говорить вот ты молодец ты такой крепкий ты там сколько ты бегаешь каждый день восемь десять километров но это не главное слушай сам такой но это не главное понимаешь что что я могу это мне главное другое я те уж так скажу да вот твой стресс мужикам бы я сказал ключ 2 это но обязательная программа понимаешь потому что ты помнишь мы с тобой расстались давно я получил ключи я тебя буду дергать да я сам когда надо пользовался у меня ничего не болело ну и зачем я тебя буду дергать да а вот когда я применял ключ 2 я каждый раз когда входил в него ассай ассай будем работать понял я все время тебя упоминал слушай я тебя для рашид извини меня дорогой я просто хочу сказать для новичка который сюда случайно может быть забрел или из любознательности а только почемучки становятся великими я хочу просто сказать для новичка что на самом деле рашид мне сказал чтобы я самое главное он отметил за что я очень люблю уважаю рашида как человека потому что он отметил что у нас не только ключи есть а есть ключ 2 а это значит вот ты чашку например уронил у тебя стресс возник чтобы ты эту энергию сразу мог использовать какой-то перекинуть на решение ранее нерешаемых своих вопросов стресс трамплин такой сделать и даже назвал как ты назвал это я назвал это ультра ключ или супер ключ а сейчас эти горю ну ты говоришь у тебя есть мастер ключ потому что но будем так говорить для всех ленивых которые даже пяти минут на твою зарядку нет из пяти упражнений выбрать одно но надо целую минуту делать здесь за две секунды ты можешь переключиться с одного стресса на другой стресс потому что мод это ультра внешон как бы все может используем пики напряжения как стресс трамплин да прошу я вот буду скоро вебинар делать и там я хочу как раз таки всем рассказать и показать как можно использовать пики напряжения пики напряжения именно вот страх боль вот зуб болит на стенку лезешь вот как его это использовать для того чтобы задачи лучше решались допустим человек на чем-то бьется вот например я пытаюсь картину сделать такую вот такая чтобы ее любили да у меня не получается допустим и вот у меня стресс случился вот мне стресс кто-то позвонил вот у меня а я как раз сосредоточился и вот у меня стресс случился я сразу раз вспомнил что надо картину и у меня вся эта энергия напряжения пошла на то что я ее хорошо сделаю и потом я начинаю на дне работать и мне эта энергия помогает вот это я хочу такой вебинар провести чтобы все могли использовать энергию напряжения пик напряжения для решения своих мешаемых вопросов вот это я я считаю у тебя самое гениальное понимаешь ключ один он как бы сбрасывает энергию ведь стресс это все равно твоя энергия ты расходуешь на стресс свою внутреннюю энергию но она как бы улетучивается понимаешь ты бесполезно ты расходуешь эту энергию а с ключом 2 когда ты переворачиваешь ее понимаешь ты на пользу ее используешь ты не тратишь свою же энергию на вот просто пустяки ты ее можешь использовать на то что тебе нам необходимо то что ты хочешь в этот момент сделать вот чем гениальность его второго ключа а вот этот вот супер да ключ ультра ключ это вообще сказка это вот как раз для русского менталитета лучше не придумаешь когда знаешь 33 года на печи лежит потом встает хватает меч и бьет всех или лежит на печке да печка его возят кругом делать ничего не надо золотая рыбка ему все достает и делай щука тоже то есть делать извини за выражение ни хрена ничего не надо а все само делается вот принципе ты даешь вот человеку с такой ментальностью вот этот вот инструмент даже не надо ни печки не всю половить не золотую рыбку ловить я считаю что шансы выпадают у всех как идет дождь на улице вот все выпадают и яблоки падают на голову у всех но не тон открыл и эврика крикнула архимед когда в ванне лежал когда увидел ну шансы-то летят у всех но все может на голову упасть и не только яблоко сам знаешь и кирпич падает и это тоже можно использовать можно использовать для пользы себе вот это я как раз хочу сказать я хочу сделать этот вебинар хочу туда побольше людей чтобы они получили такой шанс в жизни что потом зуб заболел или нога заболела или неожиданность какая-то пришла чтобы они могли это ухватить как шанс как стресс трамплин и решить свои проблемы не только в плане здоровья не только в плане долголетия но и в раскрытие себя как творческая личность как изобретатель как композитор как как художник как танцовщик как как кто хочешь как балерина как штангист чтобы я скажу а для мужика еще и другое самое главное понимаешь ты чего умалчиваешь у тебя же не только дети да конечно 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 ты прав ты совершенно прав это как говорится по умолчанию предполагает а вот эта картинка как раз об этом между прочим ну уж так давай говорить по взрослому картину из махачкалы написал вы ей щечки порозовейте чтобы а я ему написал разве тогда девушек щеки розовые были я в шутку он не шутку но благодаря тому что мне там все пишут советы советы я взвешиваю сам и подумал а почему бы не сделать так как он предложил и взял немножко поразовел щечку как ты думаешь я вижу но ты понимаешь чем дело давай так уж и сходить мы с тобой люди взрослые да и прожили жизнь еще проживем больше чем прожили женщина ведь не щечками стреляли глазками и губками я это значит очки ты красный крас глаза самый глав глаза это же убийственное оружие которое есть у женщин сражают на повал сразу ты знаешь об этом защититься невозможно там такая энергетика влюбленности по волоку такая вот но там такая энергетика в глазах идет вот я поэтому там целая вселенная кстати у мужчины тоже не знаю вот это я тебе не могу подтвердить потому что я так сказать традиционный человек для меня только вот два пола существует мужской женский а красота вся в женщине все другого я так сказать не признаю можно мужчина видит глазами а женщина слышит ушами поэтому обожди но он то видит как у него стреляет вешает глаза то извини не говорят вернее они говорят они много говорят они даже больше говорят но это не звук ты понимаешь да это мужик рот открывает и начинает лепетать понимаешь что ему сейчас женщину сталкивает он же только репродуктор понимаешь вот в принципе у животных вот эти вот дамочки самочки они более красивые ну это положено извини в раю то вот что случилось иначе бы он ну как говорится не интересовался ничем у него да и познание даже потугов не было все было зачем ему что-то узнавать он появилась его он опять не понимает ну что новое животное что ли появилось пока наконец ему виагру не сунули в рот это плод здравоопознания почему-то яблоком называют на самом деле это плод и мы не знаем но ты не забывай во первых это у нас аврамические лиги пришли с ближнего востока а я сам узнал когда так сказать начал там работать да что у них если у нас средний полосе ну там клубничка но персики но для тебя ты с кавказа у тебя понятно а в средней полосе совершенно по-другому к фруктам относится она когда у тебя приехал на ближний восток я узнал что там самый такой деликатесный фрукт это яблоко потому что извини мужику который по пескам всю жизнь ходил он дерево просто не видел и яблок которые завезли откуда-то даже как специи в европу возили из индии да поэтому специи были на вес золото поэтому и поехали женщины погнали мужиков езжайте в индию открывается но они заехали в другой континент поэтому и назвали местных индейцами они шарахаются от этого имени здесь они себя индейцами не признают понимаешь в чем дело и здесь даже конституции они first nations говорят первые нации или аборигинал то есть те кто аборигены кто жил здесь до прихода белых которых они себя назвали пионерами мне всегда интересно было почему в индии людей называют индусы они индийцы но вот вопрос очень просто решается это проблема не с индии а проблема с русским языком дело в том что индии жители индии это индийцы а дальше идут в индии существует три основных религии индуизм которому не знаю пять шесть тысяч лет да потом буддизм третье вторая основная и ислам понимаешь поэтому когда говорят индусы но те кто понимает кто знает это да он понимает это значит а тот кто исповедует индуизм они потому что в индии не потому что индус а сам житель он индии я тоже так думал это понимаешь он индии тогда ты говоришь когда индийцы ты значит жители индии ты не подчеркиваешь какой религию он поклоняется да все Он может быть мусульманином, может быть буддистом, а может быть индуист. Понятно, понятно. А проблема здесь большая. Вот в чем эта разница. В Индии можно сказать индийц, не индийц. Да, это значит жители Индии. Даже как вот, знаешь, всех в России называют русские, да, здесь россияне. Хотя у нас там 150 наций, да, и народности. Но всех вот, так сказать, жители России, ну, русские, значит. Потому что он живет в России. А там дальше тоже ведь, если брать разные религии, да, есть основная, есть другие религии. И еще там уйдет по сектам и прочим. Ты же не называешь там русского это буддистом. Ну, знаешь, кто буддизм исповедует, да? Но ты же их называешь калмыками. А когда ты говоришь калмыки, ты знаешь, житель калмыки. Но когда ты говоришь буддист, это может быть, ну, во-первых, буддистом, в отличие от индуиста, от индуса, может быть, любой человек на земле, без разницы, в какой стране он живет. Буддизм это как раз и разрешил. В отличие от индуизма. Индуизм, сам знаешь, не получил распространения в мире. Он ограничен только границами Индии. Он только для них. Даже как, в принципе, иудаизм, ты знаешь, есть один богом избранный народ, и другие туда не имеют права входить. И другой еврей придумал христианство. Ребята, все могут туда ходить. А сказки те же самые. И только третий, потому что мы говорим, это аврамические религии, да, то есть третий идет у нас ислам, и только Мухаммед, да, сказал, ребятишки, мне без разницы, во что вы верите. Если вы присоединяетесь ко мне, молодцы, хотите свою религию оставляйте, но 10 процентов, пожалуйста, платите. Десятина, извини, десятина и в русской церкви тоже присутствовала, и в русском, в российском государстве, в российской империи. Она присутствовала. Даже мы с тобой, когда жили, 10 процентов налога был на государство. Вот он откуда корни берет. Он пришел из того же ислама. Пожалуйста, десятина, и ты свободен верить в любого бога, хоть самого себя назначай богом, но только 10 процентов заплати. Все. А индуизм только для жителей Индии, за пределы он не идет, и там же еще есть кастовость. В отличие от буддизма, где нет кастовости, в индуизме есть кастовость. И ты, если ты рожден тварью божией в низшей касте, да, у тебя нету ни лифта, ни лестницы, как ни карабкайся, ты за пределы своей касты выйти не можешь. А это самая высшая каста – брахманы. То есть это как бы небожители. Они имеют право общаться с теми тремя богами, которых обозначили. А вы только через них можете разговаривать. Сами вообще твари поменять ничего не можете. И ведь в основном иммигранты из Индии – это представители нижних, ну, грязных каст, как бы они говорили. Понимаешь? То есть если твои предки 500 лет назад были сапожниками, так ты должен оставаться сапожником. Слушайте, у меня один вопрос. У меня был друг старше меня. Он как раз 20 лет работал в Индии по линии А. Он был в разведке. И он писал потом докторскую диссертацию о психологической защите народов Индии. И он мне объяснял, что касты образовались. То есть эта закостенелая форма на самом деле прекрасной идеи невмешательства и немешания друг к другу различных верований. А потом она закостенела и стала кастой. Там уже девушка не могла выйти замуж за того, кто из другой касты. Вот-вот, ты молодец заметил. И именно даже эта неравенность сохраняется. Во-первых, ты не можешь выйти за пределы своей касты. И дальше ты не можешь, как и сам, образование получить и сказать, перепрыгнуть в другую. Нет, не магия. И также ты и семью не можешь, не имеешь права создать с представителем другой касты. Ты понимаешь, насколько, мы будем так говорить, тяжелые оковы или стены в индуизме присутствуют. И единственное, так сказать, облегчение тебе дается. Пожалуйста, ты можешь, я забыл, как у индусов нирвана. Это у нирвана то состояние, которое ты говоришь. Это у буддистов она нирвана называется. А у них она немножко по-другому сейчас забыл, как называется. Вот единственное место, куда ты можешь выйти, чтобы отречься, отвлечься и от всех своих несгод, от всех своих проблем. А потом опять падай вниз в свою касту. Вот интересное было введение в древнеиндийскую философию, которую я читал еще в юности. Датта и Читенджи, авторы. Там они говорили, там есть санхя, йога, еще вот это... Обожди, все правильно. Если хочешь, да, это ступени для того, чтобы ты поднялся. И вот йога – это принцип физических упражнений, который должен помочь тебе приблизиться к этому состоянию. Другого, другой функции у йоги нету. Вот так же, как ты, своей виброгимнастикой, ты позволяешь вот выйти на этот уровень. То же самое йога делает, но ты это делаешь, даешь этот ключик для того, чтобы человек использовал, чтобы он мог переключиться и уйти в сторону. Ну, ты предлагаешь творчество, а я буду говорить, что для того, чтобы найти самого себя. А здесь это тебе как бы дали облегчение для того, чтобы ты мог воспариться от всего земного, оторваться. Но, как говорится, тебе это дают не для того, чтобы ты творить начал что-то и приблизился к другим богам или вообще в другую касту просто дальше перешел. Не моги. Понимаешь, в чем дело? То есть, именно для этого йога служит и в индуизме, и в буддизме то же самое. Только ты как бы воспарился от всего духовного и физического самосовершенствования. Нет, вот это ты предлагаешь. Я тебя называю в миссии. Мы взяли хатха-йогу просто потому, что когда там Рамачарака или кто-то из американцев, они просто стали популяризировать, они взяли нищий уровень. Телесный, телесный, который наиболее доступен был с востока для запада. А потом там же есть синхаса-йога, там есть раджа-йога, там есть более высокие уровни йоги. Обожди, вот смотри, я тебе объясню, как я тебя понимаю, и они, да? Все, для чего я это сделал, я их называю просто физические упражнения, которые, да, помогают расслабиться, отвлечься, отойти от земных забот, вот именно земных забот, да? И воспариться над суетой. Вот короткий смысл, в чем йога идет, да? А ты же... Спастись во время эпидемии и так далее, когда у них денег не было на лекарства, они йогой занимались, спасались. Помогало это людям, поэтому это очень... Обожди, но смысл, понимаешь, в чем дело? Вот я тебя, давай я сравниваю тебя, как кто-то сказал, значит, йога сравнивать. Йога – это часть для того, чтобы ты вот сделал свои, то есть ты как бы от земных забот, хлопот мог отвлечься на какое-то время, но это не для того, чтобы ты творил. Ты-то наоборот предлагаешь, что, ребята, вы отвлечетесь от земного забот и перейдете на другой уровень и начнете творить на земле. Да, да, точно, точно. Понимаешь, в чем дело? А у них нет этого, они вот, ты только вот отвлечись от этих забот, побудь немножко, так сказать, в пространстве, а потом опять плюхнешь на землю на все свои проблемы, понимаешь? У нас на школе, в институте так и учили, что йога для отвлечения человека от быта отвлекает нас. Вот, я тебе поэтому и сравниваю тебя, когда вот с религиями, да, говорю, вот у тебя совершенно другое. Ты говоришь, ребята, вы не улетаете туда, в нирвану, да, от своих забот. Нет, наоборот, вы отвлекаетесь, как бы вот, вы хотите туда идти, но у вас кандалы. Ты, я тебе помогу сбросить кандалы, и ты пойдешь туда, куда ты хочешь идти. На самом деле, это кто как понимает, потому что есть в йоге, это все есть, просто это система труднодоступная для человека. Пока освоишь это самадхи и так далее, ты и забудешь, для чего это надо, потому что там пошаговая система степ-бай-степ, как нам дают. На самом деле, там есть и взлетные вещи, когда человек сразу может переходить, но это очень труднодоступно для всех. Поэтому есть массовая, а есть, когда человек уже как бы созревший, он сразу ухватывает там другие части йоги, раджа-йога и так далее, и сразу туда идет. Ну, это целая история. Ключ, конечно, проще. Я как раз таки хочу вот на вебинаре будущем что сделать. Вот, например, чашка упала, разбилась, напряжение подскочило, как это, как стресс-трамплин использовать для собственной пользы. Или, например, костью подавился человек. В этот момент инстинктивно он замирает, застывает, у него происходит некий парабиоз, так называемый, торможение. Почему? Потому что инстинкт его охраняет от хаотичных, опасных действий, чтобы он не сделал какие-то рисковые... Правильно. Правильно. Как использовать, чтобы, как это использовать, даже подавился. Вот я вчера яблоком подавился, застыл на секунду, а потом вдруг, сейчас открываю секрет, который буду раскрывать на вебинаре. Вдруг вспомнил, что надо помочь застыть, не противоречить этому, а помочь застыть, усилить это, подождать чуть-чуть, подождать чуть-чуть и вспомнить нерешенные вопросы. И энергия напряжения уже идет туда, а потом сделать три попытки. Но я об этом уже скажу, как потом выкачаться. Да, не раскрывай заранее секрет. Я скажу, как потом выкачаться, чтобы легко выкачаться. Оставь интригу, оставь интригу. Да, давай. Ну вот опять же, суммировать, ты понимаешь, в чем дело? Ты даешь вот этот ключ, чтобы пройти, как говорится, коридор, в котором ты сбросил одну, один стресс, и войти в другой стресс, но который тебе нужен, который ты хочешь, который для тебя приятен. Мы будем так говорить. Любовь, это тот же самый стресс. Ты же как психолог можешь сказать, правильно? Это другой стресс. Но ведь все же хотят этого, всем это нравится, состояние. За что я тебе очень благодарен, ты сказал мастер-ключ. Мастер-ключ это вот эта вот методика будет. Ты еще назвал ее, как еще расскажи? Ну, ультра-ключ, который всем ключам ключ. Когда сразу перелетаешь, без того, чтобы выходить на ногу, сразу перелетаешь из одного в другое. Мастер-ключ. За секунды, за секунды. То есть дверь сразу, из одной двери в другую вошел. Ты по коридору не идешь, понимаешь? Потому что первым ключом, да, ты как бы сбросил вот из одной комнаты, где там все было плохо, и кончишь в коридор, и потом ищешь, какую дверь дальше пойти. А это прям бамц, и тут же из одной в другой. И твой стресс, который в тебе сидел, он так и остался. Но только теперь перевернулся. Вот ты обратил на это внимание, на что я сам не обращал внимания. Спасибо. Ну, извини, дорогой мой, ты же учил. Для чего ты нам бошки сейчас упорзал? В голове-то. Я сформулировал, вот это очень важно. Ты это сразу увидел, а я как-то сам не обращал на это внимания. Я этим пользовался. Ну, ты похода, для тебя это мелочь, извини. Ты просто прошел, подумаешь, пять копеек с земли поднял. Почему, да? Правильно. Вот. А я просто иду за тобой и подбираю. Ты же понимаешь, да? А потом еще раз, давай я про йогу закончу. В чем проблема? Йога – это не основное. Ты пойми, йога – это просто одна ступенька, для которой тебя приближает вот к тому состоянию нирваны, чтобы возвыситься над землей. Ты же не говоришь, ребята, вот давайте до этого дойдем. Нет, ты говоришь, ребята, ты остаешься на земле. Но ты переключаешься просто с то, что тебе не нравилось, на то, что тебе нравится. Все, ты не отрекаешься от мира, от сегодняшнего события, от всего. Нет, ты просто переключаешься. Вот как приемник, да? Ловишь, слушаешь хорошую музыку. Потом вдруг новости начались. Ты не хочешь слушать новости и ищешь другую волну, где опять хорошая музыка. Все. Вот, простой пример. Это точно, о которой мы на вебинаре дадим. Да, вот, понимаешь, вот я бы так рассудил. А давай вернемся к твоей картине, если ты еще хочешь, чтобы я тебе что-то сказал про твою картину. А то получается, ты создаешь, а я комментирую. Хотя, по идее, должно быть наоборот. И про эту заодно. И про эту заодно. И про ромашки. Вот сейчас у меня сезон такой, когда я пишу ромашки и дарю ромашки. И у нас много почетных участников школы, которые получили эту картину. А сейчас у нас Федор и Александр Кромнин. Они сейчас придумывают, как люди могли бы получить эти картины. Ну, они же бесценны, я их не дарю и не продаю. А чтобы они могли фотографию получить, распечатать у себя дома. Ну да, постеры делать, да, понятно, можно идти. Да, сейчас мы проект делаем, чтобы каждый мог получить подарок такой. Ну, он будет какие-то деньги стоить, но это уже не те деньги. Это уже какая-то, да. Асай, ты понимаешь, как говорят, на вкус и на цвет, ты знаешь, да, продолжение, товарищей нет. Меня, я тебе уже сказал, признался, меня вот из твоих картин больше всего впечатляют женские образы. Я тебе сразу говорю, вот твои ромашки меня не трогают, извини, я говорю, цветочки, вот опять же, у тебя цветочки нежные очень, понимаешь? А женщины у тебя живые. Женщина у тебя, женщина любящая. Да, вот извини, я еще больше не... Глаза, посмотри, какие у нее. Ну, о, я же тебе сказал, у тебя живые женщины. Ну, что, а женщина живая, это глаза в первую очередь. Ну, поэтому я тебе так и говорил, и говорю все время, у тебя живые женщины. Ну, потому что я мужчина, поэтому я женщина. Ну, и правильно, я так сказал, я так и расцениваю, чтобы рисовать таких женщин, надо быть мужиком. Потому что если ты, извини, не мужик, то ты такую женщину не нарисуешь. У меня мужики трудно получаются, я не знаю почему. Правильно, потому что ты нормальная ориентация, извини, я уже за тебя могу высказать. Вот я рисовал, ты не представляешь, Рашид, как много раз я пытался переделать мужчину. Ну, мы с тобой даже на эту тему говорили, я тебе сказал, кого я увидел в этом, да, с голубыми глазами, с ромашкой. Вот он для меня даже более голубой, чем вот голубой Адам. Мне кто-то сказал, на Христа похоже. Не надо. У каждого видит свое. Правильно, я сказал, на цвет, на вкус, каждый видит. У каждого, знаешь, шоры-то вот здесь, ты же вот хочешь их снять. А мы смотрим с этими шорами по-прежнему. Я вот так это расцениваю. Поэтому я скажу, ну нравится, ну и хорошо, но... Женщины легко получаются почему-то. А потому что ты видишь, ты смотришь на них правильно. Ну ты правильно на них смотришь, я тоже так смотрю. Ну и что тут? Вот поэтому я когда на Еву смотрю, да, на мне главное, что главное, первое, это глаза. Ну что, румянец стереть у нее или оставить? Вот я тебе единственное, что хочу сказать. У тебя женщины получаются отменно, отлично. Поэтому никого не слушай, вот как у тебя душа поет, когда ты рисуешь ее, так и делай. И никого не слушай, как рисовать женщин. Все. У тебя нормальный, здоровый, отличный вкус в отношении женского лица. Вот все, что могу сказать. А ты знаешь, как много мне помогли эти женские лица нарисовать. Участники нашей школы, человек больше, что хомофатур. Ну, я не знаю, я просто вот вижу, да, и вот я тебе сказал, что я думаю. ...увеличьте там, или румянец сделайте, или волосики больше сделайте, или меньше сделайте. Ведь каждый художник, почему он выставки делает? Он же слушает мнения. То есть, поскольку такого не бывает, чтобы художник жил сам по себе, а общество само по себе. Он же слышит эти мнения. Да, я с собой согласен, я понимаю тебя. Но, с другой стороны, творец-то ты, извини. Ну, я взвешиваю, конечно, взвешиваю. Я не каждый совет принимаю, конечно. Ты же творец, понимаешь? Поэтому, в конце концов, мало ли, что я захотел. Ты вот сказал, что она ему познание дает. Да, она познание, но в первую очередь познание себя, как мужика. И потом он должен оценить красоту женщины. И познав красоту. Ты хочешь сказать, что мужчины ленивые, и без женщин они... Да, это дохлый номер. Ты понимаешь, в чем дело? Я же тебе говорил про это. Этот кузнечик прыгал по этому Эдему, да, по райскому саду. Тысячу лет, ну, день, пока Евать не появился. Он же ни о чем не задумался. У него никаких инстинктов не было. Благодаря Еве у него появились два основных инстинкта. Нужно выжить и продолжить свой род. А до этого он об этом и не думал. Зачем? Какое выживание, когда у тебя все есть? Даже он... Яблоко же это было. Ну, ладно, плод, райский плод. Он же был вокруг него. Он за столько лет не додумал, что надо его сорвать. У него же в голову это даже не пришло. Нужно было Еву, чтобы она ему воткнула это. Понимаешь, куда надо. Я еще раз хочу сказать, когда дьявол к ней обратился и сказала, Ева, вкуси плод зрелопознания добра и зла. Она сказала, нельзя. Почему нельзя? Отец не велел. А знаешь, почему? Сказал дьявол. Она говорит, а почему? Станете, как он. То есть вот вопрос заключается в том, что я прочитал в Библии именно такое. Такое на этом внимание. Правильно. Но это тебе так сказали другие, которые хотят, чтобы ты так подумал. Я же вот смотрю на твои картины, у меня другие мысли вызывают. То есть это правдиво. И ты правильно, это ярко. Вот центр этой картины. Вот смотри, я тебе объясню, что ты расположил. Центр этой картины именно вот это вот яблоко познания, которое, извини, потом называли первородным грехом. Ну, надо же до такого додуматься. Нет, греха никакого человек не совершал. Это просто ему... Понимаешь, благодаря тому, что, наконец, женщина додумалась, что вот этому голубому, извини, надо вот эту вот вягуру дать. И после этого закрутилось мироздание. Он понял, осознал. И он за красоту Евы сказал, ну, черт с вашим раем, пойду вниз на землю. Понимаешь? Он, наконец, сообразил, что лучше, с Евой жить или, как кузнечик, бездумно, беззаботно прыгать на саду. Она его захватила, да? Да, божди, она ему знания. Сам же говоришь, плод познаний дала. Она даже дала ему возможность познать себя. Да, познать добро. Это, понимаешь, в чем дело. Ну, да, надо было этого без, как это, асексуального, да, существа, наконец, открыть ему глаза и все остальное. Ведь бог ему, извини, прибор-то сделал с самого начала. Но он даже не знал, как им пользоваться. Да? Ну, уж так-то есть, если говорить-то. Понимаешь? И вот благодаря женщине он, наконец, стал человеком и понял, вы в раю тут сидите, а я лучше с ней пойду вниз. Первое. Дальше надо было выживать. Кто его заставлял выживать? Ты, парень, теперь иди давай, доставай яблоки там, что угодно. Это не в раю, когда у тебя все под руками. Иди работай. Иди ищи. А мне одежда нужна. Иди мамонта бей, шкура мне нужна. Ты забей стенку, гвоздь забей или кран починить. Во, во, ты понимаешь, ты же все время мужику нужен пинок. Понятно. Он без этого не будет. Вот я тебе могу, давай, такой пример. Конституция здесь, в Канаде. Женщины отвоевали право в начале 20 века, знаешь, там, так сказать, группа женщин была, но предводительница была просто публичной женщиной. Ну и как? Женщины получили право голосовать. Они просто-напросто закрыли, что называется, райские ворота мужикам. И мужики тут же приняли закон. Пожалуйста, голосуйте. Какие проблемы? Только откройте нам ворота. Все. Простой выход, понимаешь, это то же самое, как один щелчок и все. И мужик тут готов. Понятно. И вот познание, они в этом-то начались. Он, наконец-то, он, наконец-то, осознал, что, как, что, почем. Опять же, благодаря... Скажи, пожалуйста, на свете, на планете, ведь красивее женщины ничего нет. Правда? Она самое совершенство, богиня такая. Правильно же? Значит, смотри, я с тобой согласен на сто процентов, но я всегда добавляю, что красивее женщины может быть только другая женщина. Ну, это правильно. А так я с тобой на сто процентов согласен. А у мужика все-таки что-то есть положительное, а у мужика нет? Ну, если он может любить, он еще мужик. Все, вот я так. Больше у мужика ничего, достоинства у нее нет. Это расходный материал. В природе он так и существует, как расходный материал. Не, ну, а голова у него же есть, как у женщины? Опять же, голова. Кто ключик? Помнишь, я тебе присылал, как давно я могу прислать эту карикатуру? Где у мужика ключи находятся? Как что открывается? Если Ева не покрутит там, у нее голова не будет, не заводится, не работает. Ну, вот. Короче, женщина, стимулятор, она муж. Это все. Женщина – это жизнь. Будем так. Вот проще, сам простой. Дальше мужика, получается, крутится благодаря женщине. Да, все вокруг нее. Слушай, по-моему, будут голосовать за тебя, если ты в депутаты пойдешь. Нет, я женщин очень люблю, поэтому депутатская работа не по мне, понимаешь? Я жучу, я жучу. Там одни, я считаю, импотенты сидят, понимаешь, в чем дело? Слушай, давай не будем мы про этих депутатов. Хорошо, ну, ты сказал, я ответил, понимаешь? Я вот понял. Ну, мы юмористы, юмористы, да. Ну, а как без этого прожить? У нас другого нет. Если бы рядом женщины сидели с нами, мы бы, наверное, по-другому с тобой общались, правильно? И внимания бы им уделяли. Какие мне рассказывали, когда женщина есть в космическом корабле, мужики по-другому себя ведут? Ну, естественно, по-другому. Когда женщина, а то говорят, что когда женщина на корабле, рыба не клюет, это глупость и все. Когда женщина на корабле, наоборот, все так пытаются быть такими. Нет, касай, обожди. Вот здесь правда, рыба не клюет, потому что все занимаются женщиной. Какая тут рыбалка? Ну, слушай. Тебе просто констатирует факт, да? Если женщина на корабле, там все, дальше больше нечего делать. Я знаю, что вспомнил, что я еще хочу на вебинаре сказать. Если переплетать в своих словах какие-то смыслы с древними изречениями, например, если бы старики знали, а молодые... Нет, если бы молодые знали... А старики могли... Да, и тут переплетись с этим, что я хочу сказать на вебинаре. Например, поэтому с помощью мастер-ключа вы сможете соединить в себе свой взрослый опыт и ум с детской естественностью, с детской легкостью, непосредственностью, с любознательностью. Соединить. И у вас откроется новый мир. Видишь, как я переплел вот эту пословицу всем известную, народную мудростью, с тем, что хочу подать. Асай, а вот здесь вот как раз я тебя немножко подправлю, когда ты говоришь, если бы, да кабы. А вот ключ как раз дает возможность этой вебинаре в зависимости от возраста. Ты понимаешь? Я поэтому это и сказал, что с помощью мастер-ключа мы сможем соединять взрослый опыт и ум с детской естественностью. Вот, 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 а теперь вот это вот как раз и отличает тебя от всех этих религиозных философий. И от всех других школ мира, потому что наша школа – человек будущего. Потому что скорость инстинктивных реакций мы генерируем, мы вообще воспитываем неординарных людей, которые думают своей головой, а не только подчиняются авторитетам. Вот как раз ключи твои и дают возможность, понимаешь, начать соображать. Да, а что будут тогда женщины делать, если мастер-ключ? А, подожди, так вот она теперь, понимаешь, она не просто, ты скажешь, пойди туда, не знай куда. Он сразу сообразит, как пойти туда, не знай куда, и принести ей то, не знай что. А так он, а что делать? А куда идти? Ну, понимаешь, что дело? Отлично, он станет более могучим, мужик станет более могучим, он сможет... Да, он будет более продуктивный, более продуктивный, понимаешь? И тогда она не будет его называть козлом, дураком и прочим. Правильно, он ее блондинкой не будет называть. Вот, вот, ты понимаешь, вот это дойдет... А у меня здесь не блондинка. Ну, если захочет покраситься, видишь, там у него я в головах. Это мне Володя предложил сделать. Слушай, вот, ну, ты уже на детали. Я тебе сказал свое, так сказать, мнение, почему вот сверху у него я стал голубой. Спасибо тебе огромное, спасибо тебе огромное. Давай мы, Алена, тоже пригласим в следующий раз вместе. Да, ну, это было бы, да. То есть, как бы поколение между... А то, мол, Бог подумал, что тут два старпера, понимаешь, что-то там обсуждают. А где голос разума, где голос молодежи? Ради чего мы живем? Да, да, ради нашего детей, внуков, правнуков. Вот, так что вот давай, обнимаю тебя, давай будем его звать. Взаимно. Рад был пообщаться с тобой. Вот, если что-то сказал не то, извиняй. Я что-то не докрутил. Сам не докрутил, значит. Понял? Во-первых... Огромный комплимент сделать. Какой ты молодец. А вот ты настоящий мужчина, давай. Обожди. Ты, знаешь, это единственное вообще, о чем можно говорить, я бы так сказал. Правильно. А то мы с тобой что? Мы сейчас будем начинать с тобой разбирать правила этой самой... Говорить о физике, о химии, понимаешь, о правилах термодинамики, да, обсуждать? Деву погладим, мы ее будем любить, мы ее любить будем. Слава Богу, у нее вот древо позднего познания, что мы поняли, кто наш двигатель. Да, спасибо тебе, Рашид. Тебе спасибо за то, что глаза открываешь. До встречи. Давай. Будь здоров. Спасибо тебе. Пока.